Боевую машину десанта третьей модификации, БМД-3, постигла обычная для современной военной техники судьба. Она устарела сразу же после того, как стала поступать в войска в начале девяностых годов. Слабым местом оказалось вооружение. Оно не обеспечивало поражение современных танков, бронемашин, укрытой пехоты. Перед разработчиками была поставлена задача сконструировать принципиально новую машину. При этом за основу взяли шасси БМД-3, простое и надежное. Одна из главных задач, которая стоит перед разработчиками боевой техники, сделать ее максимально простой, чтобы солдат-срочник мог ее быстро освоить. Здесь все просто так же, как в автомобиле. Педаль газа, педаль тормоза, ручка выбора передач. Единственное отличие – это наличие штурвала вместо руля. И еще, перед началом движения необходимо подать звуковой сигнал. Поехали! Защитить легкие БМД так же, как танк, нельзя в принципе. Корпус четверки изготовлен из алюминиевых сплавов. Лобовая броня способна выдержать попадание снаряда калибром не более 30 мм. Боковая броня защищает разве что от стрелкового вооружения. Это не недостаток, а скорее фамильная черта всех легкобронированных боевых машин. Любая бронетехника, по сути, компромисс. Либо машина плавает и десантируется, либо это уже легкий танк. Для боевых машин десанта жизненно важно умение поражать цели на расстоянии. Чтобы победить, им нужно бить издали и бить первыми. Специально для БМД-4 был сконструирован полностью автоматизированный боевой модуль, который получил название «Бахча». Максимальный темп стрельбы из 100-мм орудия – 12 выстрелов в минуту. Для того, чтобы зарядить орудие любым из боеприпасов, нужно не более 6 секунд. И для этого достаточно просто нажать кнопку. Автоматическая пушка бьется скорострельностью 300 выстрелов в минуту. В боекомплект БМД-4 входит 34 неуправляемых 100-мм снаряда, 4 противотанковых управляемых ракеты «Аркан», а также 500 снарядов для 30-ти миллиметровой автоматической пушки и огромный запас патронов для пулемета ПКТ. Вполне достаточно, чтобы вести настоящий бой. Основное достоинство четверки в том, что она может поражать цели с больших дистанций, то есть когда она практически недосягаема для огня противника. Основные боевые танки поражают цель, начиная с двух, максимум с трех километров. БМД-4 способна поражать цели, начиная с семи километров. Теоретически рота таких машин вполне в состоянии справиться с подразделением танков. Орудия БМД-4 бьют со снайперской точностью. Для высокоточного прицела наводчика захват цели не проблема. А если цель захвачена, то будет уничтожена практически со стопроцентной гарантией. Точность поражения не зависит от того, стоит БМД или двигается. Находится она на земле или на воде. Автомат сопровождения цели сам сделает всю работу. Оператору-наводчику остается только сжать гашетку. Машина в состоянии одинаково успешно вести боевые действия и днем, и ночью. Это обеспечивается специальными оптическими и тепловизионным приборами. Все данные о том, что происходит на поле боя, выводятся на мониторы. При этом есть возможность кругового обзора. БМД-4 способна вести огонь и по воздушным целям, благодаря увеличенному углу подъема ствола и современному баллистическому вычислителю. Кроме того, БМД-4 оборудована спутниковой системой навигации GPS. В первую очередь она предназначена для нанесения артиллерийских ударов по закрытым позициям. Разведка сообщает координаты цели экипажу БМД, а дальше дело техники. Боевой модуль «Бахча-У» вполне может быть установлен и на других, более защищенных носителях. Уже ведутся работы по переоборудованию этим модулем боевых машин пехоты 2, а также танков Т-72, Т-55 и Т-62. Здесь очень много электроники. И на первый взгляд кажется, что всем этим будет сложно управлять. На самом деле это не сложнее, чем игра на домашнем компьютере. Такой же джойстик, такой же монитор. В настоящее время БМД-4 проходит войсковые испытания. По мнению специалистов, довольно успешно. Уже в ближайшее время машина поступит на вооружение всех частей ВДВ. Военные уверены, десантная четверка резко усилит огневую мощь крылатой пехоты. Позволит ей решать самые сложные задачи без поддержки танков и артиллерии. Продолжение следует...